Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня у нас с вами прямой эфир. Прямой эфир у нас посвящен сегодня здоровой работе митохондрии. Что это такое? Вы меня знаете как психолога-нутрициолога. Сегодня мы говорим в общем и целом о вашем состоянии, о вашей психике и о вашем желании развиваться во всех направлениях. Как это сделать, при помощи каких моментов и как улучшить свою жизнь, я сейчас буду называть и прошу акцентировать внимание на моих предложениях так, как хочется вам. Это не советы, не руководство к действию. Это лишь некая контекстная информация, которая приведет вас целиком к результату, если вы ее грамотно примените в своей жизни. Митохондрии, здоровье. Что это такое? Это то, что определяет все ваши гены, все ваше состояние, возможности работы, возможности чувствовать себя хорошо. И как же это на самом деле все скомпоновать и сделать в своей жизни. Наше тело может определенным образом воспринимать информацию извне и, конечно, изнутри. И если у вас есть сбой каких-то систем и плюс внешние не очень удовлетворительные условия, то, соответственно, вы попадаете в русло тех людей, которые не могут больше создавать, чем им хочется. Что же делать в эти моменты? В эти моменты нужно обратить внимание на те блоковые триггерные точки, которые у вас есть. О чем это? У кого, например, трудности с печенью, у кого трудности с женским циклом, у кого трудности, там, мужчину мне часто в консультации, простата, ну и другие всякие физиологические расстройства, которые блокируют нормальную жизнь. И здесь очень важно решить этот первичный вопрос, закрыть эту симптоматику и далее уже работать с внешней средой. Если человек перепрыгивает с одной области в другую, соответственно, он теряет во внимании, во время и ни там, ни сям у него не получается сделать. Почему? Потому что на дырявой почве очень много уходит ненужной информации. Далее, друзья, что важно для себя обеспечить? Если у вас не совсем здоровые митохонды, необходимо заручиться поддержкой определенных минералов, витаминов, которые вы будете вводить постоянно в свою жизнь, потому что это основа жизни. И, к сожалению или к счастью, в современном мире мы не можем это получить из еды, из воды, еще откуда-то. Нам необходимо это включать как систему. У кого-то, например, в консультациях низкий B, у кого-то вообще отсутствует кальций, магний, нарушен обмен, у кого-то железо низкое. И, соответственно, человек из-за своей трудности митохондриальной, он не может вырасти социально, ни в работе, ни в семье, нигде в общем. И для этого его организму нужно очень-очень много ресурса для того, чтобы вообще реализовать какую-то работу. Поэтому мы поддерживаем ту точку, которая заболела, и улучшаем вторично жизненные моменты. С вами Алена. Оставайтесь на моем канале. Следующая тема у нас про эмоции.